Дорогой брат, мне общались уже целую вечность. Надеюсь, ты еще не позабыл о моем существовании. В эти решающие для меня дни я обращаюсь к тебе как к самому близкому человеку. Человеку, с которым меня связывают больше, чем просто родственные связи. Ты должен приехать и увидеть своими глазами, почувствовать то, что совсем недавно казалось совершенно невозможным. Ты будешь потрясен, как был потрясен я в первые минуты. Профессор не дождался брата, и тому остается только взять ключи от квартиры, превращенные покойным в небольшой полигон для своей исследовательской работы. Вот оно, дело всей жизни, воплощенное в дневниках, заметках, странных приборах и таинственных видениях. Детективный, мистический и философский сюжет писали о своем проекте создатели игры Сублюструм. И оказались точны. Это действительно рассказ о времени и пространстве. А история, поначалу ничем особенно не отличающаяся от обычной детективной завязки, по мере развития начинает обретать все более непривычный для расследования облик. Но рассказ о сюжете следовало бы начать иначе. В давние времена, лежащие где-то между неолитом и бронзовым веком, в разных странах и разных частях света были возведены мегалиты, дольмены, кромлихи и другие. Об их назначении, как и об их создателях, мы можем только догадываться. Профессор, чье деятельное любопытство некогда разбудило их тайно, предположил, что дольмены – ничто иное, как своеобразные инструменты для некой загадочной духовной практики. Генерируя инфразвук определенной частоты, они позволяли своим создателям погружаться в мир, не похожий на привычную нам реальность. Выстроив свою теорию вокруг феномена дольменов, профессор создал аппарат, позволяющий человеку проникнуть в этот загадочный мир. Его опыты увенчались успехом. Вне всяких сомнений, это и есть то необыкновенное открытие, которым он так жаждал поделиться. А для того, чтобы узнать в точности, что именно с ним случилось, придется воспроизвести его эксперимент. Этот мир очаровывает. Реальность сначала распадается надвое, потом добавляется и третий слой – прошлое. Время и пространство пластичны, и то, чего недостает в плотном мире, может найтись в мерцающем. Именно так назвал его профессор в своих записях. Прошлое же – изломанное и субъективно, словно авангардное черно-белое фото. Границы времени и пространства постепенно размываются все больше и больше. Они настолько зыбки, что действие, совершенное в настоящем, порой может изменить прошлое. Незыблемая поначалу реальность истончается, и сквозь нее начинают проступать совершенно иные грани и силуэты. Фотографически достоверные детали еще долго держат ее на плаву, пока сами, в свою очередь, не становятся тенями и оттенками. Кто знает истинную природу времени? Можно ли вспомнить то, чего никогда не знал? Как попасть в давно покинутые и разрушенные города? Когда-то на этих улицах было не протолкнуться. Пока здесь добывали нефть, многих это место притягивало как магнит. Теперь здесь тихо, и город спит в песках. Улицы его безлюдны. По этим мощеным мостовым уже давно никто никуда не спешит. Разве что заглянут случайные гости-пришельцы, но они немногим отличаются от призраков. Приходят неоткуда, а затем уходят. И словно не было их. Мистика и механика, которые поначалу властно разделял научный рационализм, а потом его видимость, необратимо сливаются. В реальности вещи тоже способны рождаться, развиваться, стареть и умирать. Но здесь их природная составляющая предстает куда более зримо. Да и сам город. Не только полуобвалившиеся стены, протянутые арками провода, высохший фонтан. Здесь свои законы. И пусть они непривычны, но они работают. А это главное. Из жилых комнат мы вышли на улицу, в лабиринт стены, дверей. Оттуда в город. Из города трамвай нас унес в пустыню. Пространство не устает расширяться. В окружающем мире все меньше привычных преград и все меньше обыденного и рационально объяснимого. А потом перед нами встает во всю свою невообразимую высоту башня эоловой арфы, увитая механическими цветами. И вокруг только небо и звук. В сущности, совершенно не важно, что эти растения состоят из звонкого металла. Главное, если бутоны раскроются, пыльцой одного можно будет опылить другой и получить плод. И пусть по скучным законам рациональности они не более чем механизмы, это обстоятельство в мерцающем мире еще никому не мешало. Где проходит грань, разделяющая живых и неживых? И есть ли она? Если эолова башня была выходом вовне, дорогой вверх, то эти фрагменты зимнего парка, несомненно, путь вглубь. Призрачный, похожий на сон парк. Единственные достоверные детали – обрывки детского дневника. Лишь им хватает плотности, лишь их можно коснуться. Нырнувший на дно собственных воспоминаний может появиться на поверхности с колючим камешком тайны, зажатым в кулаке. Или с ответом на давным-давно заданный вопрос. Или с ворохом вопросов. А может, не появиться вовсе. Postscriptum В студии Phantomary Interactive действительно удалось создать нестандартный игровой проект. Сублюструм погружает игрока в сумрачный и сюрреалистический мир, где переплетаются эстетика декаданса и стимпанка, где рациональное уступает мистическому и подсознательному. Технически это квест, и его вполне стандартный интерфейс не доставит игроку неудобств. Можно полностью сосредоточиться на загадках и тайнах этой странной реальности. Вряд ли удастся испытать столь же глубокие чувства при повторном прохождении игры, но первое погружение в мерцающий мир способно доставить сильные переживания, особенно поклонникам подобной эстетики. Все дело в точной подстройке к внутренней чистоте. И они знали это, конечно же, знали. Представляю, какой материал ты сможешь найти там для своей новой книги. Завершено дело всей моей жизни. Важнейший эксперимент, открывающий новые горизонты человеческого восприятия. Именно сейчас я нуждаюсь в твоем присутствии, как никогда ранее. Отправляю депешу срочным письмом и рассчитываю, что ты изыщешь возможность прибыть в мой дом в ближайшие дни. Все подробности на месте. Перед нами произведение искусства. Безупречная интерактивная история. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...